Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Ну что, тяжелые дни сейчас на рынке, но я надеюсь, для многих из вас это не так. Если вы следите за моими видео, вы знаете, что я вышел из большинства своих крупных позиций еще в ноябре прошлого года. Сейчас очень важный момент для всего рынка. Если вы следили за моими видео, если вы так же, как и я, вышли в Cash или в USDT в ноябре прошлого года, то это было хорошее решение. Я один из немногих, кто говорил об этом, начиная с ноября прошлого года. Но то, что сейчас происходит на рынке, это очень важно. Обратите внимание на USDT. Если ваши активы находятся сейчас в USDT, имейте в виду, что он также может отвязаться от доллара. Что это означает? USDT это стейбл коин, и по идее он должен быть в стоимости приравнен к одному доллару. Один USDT стоит один доллар. Но сейчас USDT стоит примерно 96 центов. То есть он немного отвязался от доллара, точно так же, как вчера это сделал USDT. Но если USDT отвяжется от доллара в такой же степени, как USDT, это просто обрушит рынок альткоинов. Я бы мог предположить, что в связи с этим биткоин будет расти, потому что люди на этих панических настроениях будут выходить из USDT и переходить в биткоин. Но я сомневаюсь, что такое произойдет. Это будет просто полностью потеря доверия к криптовалюте. У меня были миллионы долларов в USDT. Я перевел их в американские доллары, в USDC и в BUSD. USDC это стейбл коин, коинбейс. Коинбейс это компания американская, которая публично торгуется на фондовой бирже. И они говорят, что их стейбл коин реально обеспечен американскими долларами. Я перевел большинство своих активов в BUSD и в USDC на тот случай, если USDT все-таки действительно отвяжется от доллара. Я сделал это еще вчера, когда USDT действительно стоил ровно 1 доллар. Но сейчас он упал до 96 центов. Это очень важно, потому что если у вас есть 100 тысяч долларов в USDT, и если произойдет то же, что с USDT, когда USDT стоит 50 центов, то от 100 тысяч долларов у вас останется 50 тысяч. Если у вас был миллион долларов в USDT, то вы таким образом потеряли бы 500 тысяч долларов. Если бы USDT, как и USDT, стал стоить 50 центов. То есть вы понимаете всю картину. Вот почему я вчера предусмотрительно перевел все в другие стейбл коины. Прям ночью проснулся и перевел все свои миллионы в USDC и в BUSD. Луна также обеспечила свой стейбл коин 1 к 1 к американскому доллару, но там случилась просто катастрофическая отвязка. Я вчера потерпел большие убытки на Coinbase, честно говоря, потому что я закупал Coinbase, но он пролился еще сильнее в итоге. И я думаю, что то, что происходит на фондовом рынке, это еще не финал, будет еще хуже. Я думаю, что мы входим в стадию глубокой рецессии, начиная еще со времен ковида, когда он начался. Правительство молчит по этому поводу, и у нас нет Дональда Трампа, который бы спас эту ситуацию. Поэтому я думаю, что ситуация будет только ухудшаться на фондовом рынке. И как я уже говорил, у нас нет Дональда Трампа, который бы побеспокоился обо всем этом, а также мы имеем опасения Третьей мировой войны. И если вы смотрели мое вчерашнее видео, то знайте, что у меня были ордера на покупку биткоина. Один из этих ордеров сработал. Он сработал на бирже Femex на уровне 29 тысяч, и я тут же продал этот биткоин и заработал там примерно 800 долларов. Я расставил ордера на покупку на 24 тысячи долларов, и если там сработают ордера, то я тоже их буду продавать на отскоке. Но если таки биткоин действительно пойдет ниже, то я буду переводить эти деньги, которые у меня есть сейчас в USDC и в BUSD, как раз в биткоин на уровне 23 тысячи долларов примерно. 24 тысячи, 23 тысячи, 19 тысяч долларов. Я собираюсь расставлять ордера лесенкой на покупку, но опять же, это не финансовый совет, я просто говорю о том, что я делаю на рынке в данной ситуации. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков, поставьте лайк, ну и давайте перейдем к техническому анализу биткоина прямо сейчас. Откроем графики. И, кстати говоря, я собираюсь выбрать победителя своего конкурса, который я объявлял. Я должен был сделать это вчера, но в связи с ситуацией на рынке был слишком занят для этого, но сегодня мы это сделаем. Сейчас мы открыли дневной график по биткоину, видим, что биткоин движется вниз, мы пробили очень сильную поддержку. Если вы, может, новичок и не понимаете, что здесь происходит, мы делаем технический анализ биткоина, и мы видим график биткоина за последние пару лет, ценовое движение. И сейчас напускается вниз и стоит уже около 27 тысяч долларов. Это, конечно, для многих большая неожиданность, что биткоин опустится настолько низко. Ну и посмотрите на объемы, они просто гигантские, и, как я люблю говорить, объемы предсказывают цену. Но проблема заключается в том, что объемы на продаже увеличиваются, а цена падает. То есть по мере падения цены увеличивается желающий продать биткоин. И это означает, что движение вниз будет еще продолжаться. То есть есть давление продавцов. У меня стоял ордер на покупку биткоина на 29 тысяч, объем был 4,5 биткоина, и биткоин отскочил действительно от этого уровня, и я смог продать этот биткоин. И получил хоть небольшую, но прибыль. Но опасность ситуации заключается в том, что внизу у нас практически нет никакой поддержки. И следующая остановка, скорее всего, будет на 24 тысячи долларов. Ну и после этого цель уже 19 тысяч 500, скорее всего. А после этого, уж, друзья, простите, 11 тысяч долларов. Многие говорят, что такое, в принципе, невозможно. Но, судя по всему, биткоин способен на все. Давайте посмотрим, что происходит сейчас на фондовом рынке, например. Посмотрите вот на эти показатели. Коинбейс потерял в цене 80%. Фейсбук 50%. Это американский фондовый рынок. Тидок минус 83%. Шопифай 80%. Это просто катастрофическое падение. Крупные компании настолько теряют в цене. Палантир минус 75%. Нетфликс минус 75%. Фейсбук, я уже говорил, 50%. В общем, вы сами видите, что происходит на фондовом рынке. И если вы говорите, что биткоин не может дойти до 11 тысяч долларов, то еще раз посмотрите на таблицу, которую я только что показал. По мере того, как мы падаем, объемы на продажу увеличиваются. И это говорит о том, что биткоин может падать и дальше. Если биткоин не отскочит от текущего уровня, то следующая остановка, как по мне, на 23 900 долларов. И там я буду закупать биткоин. Стахастик находится в зоне перепроданности. MACD также в зоне перепроданности направлен вниз. Это не очень все хорошо выглядит. Давайте посмотрим на 4-х часовом. Стахастик также в зоне перепроданности, но направляется все еще вниз. Объемы увеличиваются по мере падения биткоина. Биткоин пробил уровень поддержки на 29 тысяч долларов. Мы находимся далеко под лентой скользящих средних. И скользящие средние направлены вниз. По профилю объемов вы видите, что внизу нет особо ордеров. Посмотрите, основной массив ордеров находится на уровне 40 тысяч долларов. И это действительно пугает, потому что внизу просто пустота. Там пропасть. Криптогуру бот все еще дает сигнал на продажу. Чуть раньше он давал сигнал на покупку, но сейчас дает сигнал на продажу. Давайте посмотрим на дневном таймфрейме. Ну и здесь также криптогуру бот дал сигнал на продажу. Биткоин индикатор бот дает сигнал на покупку до сих пор. Посмотрим на 4-х часовом. Здесь биткоин индикатор бот также дает сигнал на... А нет, здесь дает сигнал на продажу. И биткоин тем временем находится на уровне 27 тысяч и движется вниз. И это не очень хорошая история. Сейчас я покажу вам свои сделки, то, что я делаю на рынке. Но, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео. Давайте наберем тысячу лайков и подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков. Также вы можете нажать кнопку Join, спонсировать, чтобы присоединиться к моему вип-каналу и получать информацию о моих сделках онлайн. Ну и также можете зарегистрироваться по моей ссылке на бирже Bybit и вы получите бонус 4600 долларов, если зарегистрируетесь и начнете торговать и заведете на бирже биткоин. Ну и также можете присоединиться к моим курсам по криптотрейдингу, где учатся уже около 6 тысяч студентов. Ну и давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня сейчас 210 тысяч долларов. А что там случилось? Откуда еще плюс 2 тысячи появилось? Уже 213 тысяч долларов. Что происходит? Что я там взял? Какая-то из моих сделок так работает. Откуда такая прибыль? Интересно. Ну хорошо, 210 тысяч долларов у меня сейчас. Интересно. У меня есть 7 биткоинов. А что все-таки происходит с моим аккаунтом? Откуда деньги? Что-то, наверное, в шорте у меня там стоит. Откуда такая прибыль? Надо найти. Этот ордер? Ну хорошо. У меня на аккаунте есть BUSD, USDT, USDC. Ну и давайте посмотрим на общую сумму на аккаунте. Посмотрите, уже снова 208 тысяч долларов. Ну и посмотрите на те стейблкоины, которые у меня есть. Я разбил их на несколько частей на BUSD, USDT и USDC. В USDT у меня действительно что-то есть, но я полагаю, это самая опасная, наверное, позиция, потому что с USDT может произойти то же самое, что и с USDT. USDC растет? Хм, интересно. Я думаю, это может быть связано с тем, что все сейчас как раз переводят свои активы в USDC. Как раз под и причиной, чтобы избежать вот этой отвязки от доллара. И посмотрите, BUSD тоже растет на 12%. Ага, я сделал плюс 13% в BUSD. USDC плюс 11%. А BUSD плюс 12, почти 13%. Вот откуда эти деньги, посмотрите, 213 тысяч долларов, просто потому что я держу BUSD и USDC. У меня также открыта сделка по AVAX, она сейчас в плюсе, 226 долларов. И сделка в шорт на NEAR, она также в профите. Но посмотрите, вот это очень интересный момент, я делаю огромные деньги просто на стейблкоинах, BUSD и USDC. Это самое странное, наверное, событие, которое происходит на рынке за все время, что я видел. Давайте еще раз посмотрим на рынок, на легендарную луну, которая стала легендарной вчера. AVA минус 88,5% сейчас, Coinbase минус 26,4%. Вот почему я на Coinbase потерял довольно много денег, потому что она постоянно опускается. CRV минус 24%, Solana минус 22%, AVAX минус 20%, но там я стою в шорте. В общем, ребят, я не знаю, на что тут смотреть, все в красных тонах. Ethereum, давайте откроем, 1800 долларов, его цена. Посмотрим, где там ближайший уровень поддержки по эфиру. А скорее всего, это вот на уровне 1390 долларов. Вот там только можно ожидать какой-то отскок по эфиру. Tesla минус 8,25. Видите, это не только на криптовалютном рынке такая ситуация, это, в принципе, и на фондовом тоже. Это мой торговый аккаунт на бирже Femex. И здесь, вы видите, я вчера поставил ордер на покупку биткоина на уровне 24 тысячи. На этом уровне я собираюсь закупить несколько биткоинов, и я думаю, что цена дойдет до моих 24 тысяч, и сделка будет открыта. Ну, я не ожидаю оттуда прям долгосрочного роста, я думаю, что это будет отскок, на котором я как раз и выйду из этого биткоина. И вот я показываю одну из причин, по которым все-таки стоит следить за моими сделками онлайн. В моем вип-канале я сделал предупреждение накануне о текущей ситуации. Вы можете присоединиться к вип-каналу по кнопке «Спонсировать» под этим видео. В своем вип-канале я даю все, что знаю об инвестициях за свои 20 лет, и, в принципе, вы можете таким образом и заработать, и сэкономить свои деньги. Именно это и есть моя цель. Еще в ноябре прошлого года я говорил о том, что биткоин, скорее всего, уже достиг своего максимума и будет разворачиваться. Вот то, что я написал накануне. Закрываю свои позиции в Твиттер, Тесла, Коинбейс, Фейсбук. Мы заходим в период рецессии, и я не вижу, чтобы власти могли это остановить. Никакие медиа, ни Байден, никто ничего об этом не говорит. Также в качестве меры предосторожности я перевожу все активы из USDT в американские доллары и в BUSD. Все это я публикую в своем вип-канале. На самом деле, мне удается делать деньги на этом проливе, но и не только мне, но и моим студентам. Вот посмотрите несколько скринов из моего Дискорда. Они тоже в профите. Но в любом случае на рынке сейчас нужно быть осторожным. И если стейблкоины будут разбалансированы, то это приведет просто к катастрофе на криптовалютном рынке. Я бы рекомендовал выйти в BUSD, в USDC и в доллары. И похоже на это можно еще и заработать, потому что BUSD в плюсе сейчас на 13%. Думаю, что это как раз связано с паникой, и люди выходят из других стейблкоинов в эти. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков. Поставьте лайк. Будьте на рынке осторожны. Я думаю, что мы заходим в период большой рецессии, и скорее всего ситуация будет развиваться не наилучшим образом. Если USDT продолжит отвязку к доллару, как это происходит сейчас, уже есть намеки, я думаю, что это будет очень плохо. Не хотелось бы, чтобы ситуация, конечно, развивалась именно таким образом, но накануне я, по-моему, даже делал твит об этом. Делал такое предположение. И вот мой твит, который я хочу вам показать, касаемо стейблкоинов. Я здесь и пишу как раз о том, что я выхожу из активов в USDC, BUSD в американские доллары. Этот твит я сделал, по-моему, 12 часов назад. Посмотрите, вот это график, кстати говоря, USDT, и он опустился на 96 центов. И вот здесь, примерно час назад, я тоже делал предупреждение о стейблкоинах. И вот это мой пост относительно того, что происходит на фондовом рынке, о том, что идет падение, но власти молчат, и нет Трампа, который бы вырулил эту ситуацию. Ну и плюс еще военные действия. Думаю, что я сделаю ретвит, потому что это очень важная информация, люди должны видеть ее как можно больше. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков. Поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok